Возможно, что в далеком будущем по запросу в поисковой системе слова «портянка» и как правильно наматывать, мы не найдем ответа. А может быть, совершенно наоборот. Портянки станут неотъемлемой частью гламура, который изображен на обложках дорогих модных журналов. И будет престижно сочетать портянки с ремнями «Эмпарию Армани». Давайте проверим, как наматывают портянки жители нашего города. Здравствуйте, товарищи солдаты! Здравия желаю, товарищ полковник! Получается, не заматывали, чтобы быстрее. Ложили ровно на сапог и просто ногу сюда засовывали. И так было удобно и быстрее носить. Только мозоли потом после этого. У меня такая забавная история. Мы были с другом увольнением. Ну, как бы не по форме, а вот так. Ну, как по форме, по солдатской. И познакомились там с хорошими девушками. Нас пригласили в гости там на день рождения. Ну и вот неудобно же было. Ну, я намотал так эти портянки, что они выглядели как носки. То есть, и никто там вообще не заметил подмены. То есть, там, ну, пришлось, в общем-то, снимать обувь, сидеть там, в общем-то, в гостях. Быстрее команда была! Когда солдат храпит, портянку раз, укротить тигра называется. Вот такое было. Вот это срочную службу еще, когда я служил. Такие случаи встречались. Вот, а так. Да нет, в принципе. Ну, мозоли, кто не умеет. Быстро одевать. На сапог ее просто накидывали, ногу всовывали. Вот тоже. Тогда мозоли зарабатывали люди. А так, в общем-то, самое хорошее. Вместо всяких носков лучше всего. Для сапог изумительная вещь. Могу сказать, тем, кто вот на рыбалку ходит. Ну, мужики многие пользуются этим. Будем вас воспитывать. Ведь измечательные и светлые чувства. Несмотря на то, что армия России перешла на носки, у портянок остается довольно много поклонников. Вот, например, в случае длительных боев, когда совсем нет времени на стирку, портянку можно перемотать с грязной стороны на чистую и продолжить пользоваться ею. А вот грязный носок, сколько не выворачивай, останется грязным.